Да, вправо почек, ты виднете. Образование на почке. Его рентгенологи могут рассмотреть в деталях. В распоряжении жуковских медиков появился современный 64-срезовый компьютерный томограф. Объёмное изображение в высоком разрешении. Большое подспорье для диагностики самых разных патологий. 64 среза, он улучшает объём обследования пациентов при онкологии и при всех других патологиях, как головного мозга, грудной клетки, ушной полости. То есть фактически врачу лучше видно? Да, да. Он более качественный, более информативный, более современный. Компьютерный томограф заработал в середине января, и уже за две недели обследования на нём прошли 129 пациентов. В основном это люди с подозрением на инсульт, но не только они. В субботу мы выявили, в том числе я выявил, межкишечный абсцесс. Он показал данные по клинике, по данным МКТ, межкишечный абсцесс. И данный пациент был направлен в Брянск, в Брянскую областную больницу на оперативное лечение. Точный диагноз в короткие сроки наверняка повысил шансы больного на скорейшее выздоровление. К слову, предельно допустимая нагрузка на аппарат более 200 килограммов. А это значит, люди с большим весом не будут лишены возможности пройти обследование. Как и маломобильные пациенты. Основной принцип это доступность. Поэтому было принято решение расположить его на первом этаже. Для чего мы перевели всех сотрудников с первого этажа на четвертый этаж. И также мы на первом этаже решили организовать центр амбулаторной онкологической помощи. Там также бывают очень часто маломобильные пациенты, которым доступность также очень важна. Это уже второй компьютерный томограф Жуковской больницы. Первый официально выработал свой ресурс, но все еще в строю. 16-срезовый, он будет работать в сосудистом режиме, постоянном режиме. А данный аппарат направлен на более тонкое выявление онкологической патологии, более тонкой дифференциации. Не хотелось бы повторения ситуации прошлых лет, связанных с коронавирусом. Но если такая ситуация возникнет, то, конечно же, мы можем один компьютерный томограф делать, как можно сказать, для чистых пациентов. Второй компьютерный томограф распоряжаться им для пациентов с подозрениями или конкретно с пациентов, страдающих ковидом. Потому что в предыдущие годы всех пациентов с подозрением на ковид мы возили в клиники города Брянска.